Прежде чем рассматривать партию Великой России в системе национально-патриотических организаций, я бы рассмотрел итоги политического 2012 года. В феврале прошлого года партия Великая Россия составляла около 50 человек. К маю месяцу наша колонна уже на 1 мая составила около 300 человек. В данное время соратников, я подчеркиваю, соратников, соратниками мы называем всех и членов партии, и те, кто заинтересован в партии, кто принимает устав программу партии, но не принят в партию. Значит, попасть просто в партию Великая Россия нельзя автоматически. Для этого нужно участвовать в работе партии, получить рекомендации от членов партии. Для этого нужно время. Но вот на сегодняшний момент соратников партии, которых мы знаем, уже около 3000 человек, более чем в 30 регионах стран. Это тот результат, который мы достигли за прошлый политический год. Благодаря своему гостю. Значит, и особо хотелось мне отметить, я уже отметил первомайские наши шествия, июньские и так далее, значит, все мероприятия, в которых мы участвовали, значит, прибавляя в численности, и, значит, русский марш, о котором уже здесь говорилось, особо хочется отметить тем, что, да, действительно, мы вышли от метро достаточно большой группой, там, от 150 до 200, наверное, человек. Основная масса наших сторонников и соратников издала нашу раму, но нас вовремя перехватили. Значит, к счастью или к несчастью, значит, это случилось. Однако, значит, благодаря этому действию полиции, что мы получили? От нас, от активной деятельности в партии отказались 7 человек. Ну, не знаю, по каким причинам, может быть, от РСКУ, может быть, еще от чего-то. Значит, в течение, там, двух недель после, значит, этого мероприятия к партии примкнуло более 500 человек, и к настоящему времени, после ноябрьских событий, значит, в партию было принято 22 человека. То есть это вот такой результат, значит, работы полиции на русском марше. К соратникам мы не относим тех людей, которые гонятся за быстрой победой, то есть которые пришли выйти там на наше мероприятие, пройти из пункта А в пункт Б по согласованному маршруту, значит, там постоять немножко. Значит, в это время власть, значит, должна испугаться, значит, наплывших хомячков, значит, сдаться, и, значит, люди победителями должны вернуться домой, к своим диванам, значит, к холодному пиву, и как победители тиранов, значит, развлечься там от усталости. Значит, таких людей мы вам внимания не принимаем, и я в своих цифрах, конечно, не облучивал, хотя в колоннах всегда такие люди присутствуют, и в интернете присутствуют, и везде. То есть это такие интернет-бойцы у нас вот такие называются. Также нужно учитывать тот факт, что люди, выходившие с нами на акции, значит, подвергались репрессиям со стороны правоохранительных, а по сути репрессивных органов. Особенно студенты вузов, значит, учащиеся, значит, к ним моментально выдвигалась, значит, полиция, вызывали этих людей на беседы, значит, там, на собеседование, предупреждали, угрожали и так далее. Люди так или иначе остались в наших рядах. Также показательный социальный средств соратников партии – это студенты, врачи, военные, действующие в отставке, квалифицированные рабочие, преподаватели, бизнесмены, коммерсанты, безработные. Некоторые из вышеперечисленных попали в последнюю группу, будучи специалистами высокого класса. Ну, сейчас, мы знаем, у нас сворачивается любая производственная деятельность, кроме торговой, значит, и поэтому многие люди, обладающие хорошей специальностью и хорошими навыками, в том числе и военные в отставке, могут попасть в список изработанных, что они успешно и делают, но благодаря военной пенсии еще как-то не живают. Также ряды сторонников партии пополнились людьми, получившими политический опыт работы в других партиях и движениях, то есть перешли из мертвых партий на живую партийную работу. Ведь не секрет, что некоторые из вновь зарегистрированных партий существуют только на бумаге с купленным численным составом или в количестве одного-трех человек. Пока лидеры других партий, я имею в виду националистических, я сейчас не беру парламентскую, которые после принятия решения о многопартийности на уровне тогдашнего президента Медведева, лидеры партий сосредоточились на поиске денег, причем только долларов, что было заметно, рубли для них деньгами не являлись. Мы, в свою очередь, сосредоточили свои усилия на главном капитале любой партии – людям. За истекший год мы не получали никаких денег ни от кого, кроме как взносов членов партии, пожертвований и бизнесменов членов партии. Конечно, для нашей партии и для любой партии политической это были крохи, а не деньги. Но в этом состояла вся прелесть партийного строительства для нас. Такое положение вещей в определенной степени можно назвать даже оптимальными условиями для партстроительства, поскольку сразу или постепенно отвалились люди, рассчитывающие на получение халявных партийных денег за функционерские услуги. Ни один член партии не получил ни копейки за свою деятельность в партии, ну, за исключением, может быть, взаимопомощи какой-то соратников-соратников. То есть официальных зарплат, официальных выплат ни одному члену партии не было. Партия не выделяла и не платила ни одному человеку, пришедшему на партийную акцию митинг или шесть. Таким образом, мы пришли к более-менее чистой, с идеологической точки зрения, конфигурации партийных рядов. Конечно, нужно учитывать, что люди остаются людьми со своими слабостями или сильными сторонами, со своими сквелетами в шкафу и тараканами в голове и так далее. Мы имеем дело с человеческим капиталом, поэтому кто как себя там в дальнейшем поведет, мы за это не ручаемся. Но мы понимаем, что люди, которые идут с нами вместе, идеологически нам близки. Мы не акцентировали внимание при приеме в партию на национальности и религиозные убеждения. Главными документами партии являются устав, программа и манифест, которыми руководствуются люди при принятии решения о вступлении в партию. Также особо хочу заметить, ну, если это что-то попадет критивым журналистам, эта запись, что при приеме в партию мы не используем штангель-циркуля из-за мира черепов и других экологических и литератических предприятий. На сегодняшний день сторонниками партии являются представители нескольких коренных народов России. И что касается вероисповедания, я, например, мы не спрашиваем, кто в кого верит, но я лично знаком, допустим, с одним муддистом, нашим соратником, и одним мусульманином, нашим соратником, который поддерживает программу уставка. Мы не испытываем неприязни к различного рода язычникам и равноверам, поскольку эти течения для людей могут быть как искренними заблуждениями, так и какими-то новыми знаниями, в которые мы еще до сих пор не углублялись, потому что для нас они также являются несущественными. Мы не основываем свою деятельность на том, что разделяет людей. Мы основываем свою деятельность на том, что людей объединяет. И поскольку основополагающие документы партии стали оттеняющим началом для многих людей, в этом, безусловно, заслуга лидера партии Савельева Андрея Николаевича и его политический опыт, как бы недоброжелатели не хотели его принизить. Исходя из вышесказанного, можно было бы сделать такой оптимистический вывод для наших соратников, что если бы в течение прошлого года в таких финансовых условиях побывали бы все партии, включая парламентские, то на данный момент партия Великая Россия была бы самой многочисленной. Многие организации за прошедший год определили свою лише на политическом пространстве. Так некоторые движения из-за общественно-политических превратились просто в общественные организации. Некоторые умерли, некоторые так и не родились. Некоторые, известно, благодаря стараниям СМИ, псевдолидеры, предложили народу какие-то мошеннические схемы организации партии. Так один из лидеров, но вы его сейчас, наверное, хорошо узнаете из моих слов, значит, для того, чтобы зарегистрировать свою партию, предложил, он в эфире этого, в открытом эфире, по телевидению, где-то, значит, сказал, что уставом программы их партии будет программа «Один в один с Единой Россией». Вот. Для того, чтобы их зарегистрировали. Далее он сказал, что он даже не возражает брать деньги в Гуздепо. Для, ну, видимо, так болея за русский народ, что нужны только деньги и регистрация. И уж, когда будет зарегистрирована его партия с уставом «Единой России» и на деньги в Гуздепо, вот тут-то он и покажет всем Гуздепо. Это будет час икс. Поднимутся массы в «Едином барыле» народные и пойдут за ним на Гремль. И свергнут врага в пучину Москвы-реки. Но для реализации всех этих грандиозных планов не хватает одного – вынести ему из мавзолея. Ну, вот сейчас, значит, делаются попытки организовать там различные подкопы, пикеты и так далее, значит, за вынос Ильича. Ну, конечно, за вынос Ильича из мавзолея, но не ставим такую задачу перед собой, как первостепенную на данный период времени. Первостепенные тактические задачи вытекают из остроты восприятия вопроса. Восприятие вопроса в обществе. Один из таких проблемных вопросов, конечно, миграционный вопрос. По сути, этот вопрос сегодня вопрос межнациональных, межкультурных и межконфессиональных противоречий. Таким его сделало правительство. Неумелая миграционная политика и популизм ФМС, значит, доводит страну до социального взрыва. Нас уверяют, что мигранты нам нужны. Но для чего нужны? Ни премьер-министры, ни министры, ни депутаты не знают. И, соответственно, нам об этом не говорят. Для чего они вообще нужны? Вроде бы нужна какая-то рабочая сила. Что эта сила должна делаться? Где она должна применяться? Об этом никто не говорит. Но на данном фоне реализации этой миграционной политики возникает еще одно националистическое движение, которое пытается сейчас собрать подписи за введение ревизового режима со странами Средней Азии. К чему это приведет? По нашему мнению, результат будет нулевой. потому что с визами они приедут или без виз, они все равно приедут, мигранты, значит, но с визами их отсюда еще и не выгодишь, не депортируешь. Вот. Поэтому, конечно, это радикальный способ, но, в принципе, он ничего не меняет. В нашей партии, значит, в программе нашей партии есть кардинальные способы. вопрос миграции, неконтролируемой миграции в Россию, это жесточайший удар по экономике страны. Жесточайший просто. Значит, по одному только, по одной статье московского бюджета здравоохранения за прошлый год в Москве был нанесен ущерб в миллиарды рублей от прибытия сюда миграции. Потому что они пользуются поликлиниками, они пользуются больницами, они пользуются детскими садами, они пользуются родильными домами, школами, но никто за это ничего не платит. А громаднейший ущерб. Вот сейчас Федерация Юрийских Общин России предлагает наказывать граждан за экстремистские лозунги, за экстремистскую деятельность многомиллионными штрафами. Мы в свою очередь также предлагаем Управлению Федеральной Миграционной Службы лично Рамадановскому и Премьеру Медведеву возместить убытки и оплатить штраф в размере понесенной государством ущерба из личного кармана за миграцию. Это был пример решения тактического вопроса на пути к главным стратегическим вопросам, которые сейчас стоят в стране. На пути к решению стратегических задач, к которым мы относим возрождение промышленности сельского хозяйства, внутреннего туризма и всей национальной экономики, погубленной нефтяной иглой. В стране с самой богатой водными ресурсами стыдно говорить о засухе. При современных способах миллиарации и механизации сельского хозяйства про засуху вообще можно забыть, если только заниматься сельским хозяйством проектом. При таком обилии реки и озер у нас должен быть самый активный бизнес создания маломерного флота. При таких расстояниях, как в нашей стране, нам, безусловно, нужна малая, водная, среднемагистральная, дальняя магистральная авиация. Нужно строить самолет. При наших морских границах необходимо строить собственный рыболовный и торговый флот. Нужно строить верфи, авиапредприятия, нужно возрождать сельское хозяйство, аптекарские сады, животновозство, легкую промышленность. Мы, в конце концов, должны уже научиться одевать и обувать себя, и кормить себя за счет собственной земли. У нас 55% мирового запаса пахотных земель, и мы на них ничего не выращиваем. 80% продукции потребления мы завозим из-за рубежа, я имею ввиду страна, не мы, наше правительство. Значит, мудрое правительство. Не наше правительство это, да, я согласен, это правительство не наше, и, конечно, мы можем, исходя из результатов деятельности этого правительства, констатировать тот факт, что это правительство не наше, не народное, это правительство антидесударственное, антинародное. Таким образом, Главное отличие нашей партии в системе национально-патриотических организаций – это глобальный подход с решением частных проблем и вопросов. Безусловно, что для решения таких вопросов нам необходима помощь и поддержка дружественных партий и движений, а также вообще всего народа России. Конечно, поддержка нам необходима. Не нужно думать о том, что мы можем активистами справиться с решением каких-то серьезных глобальных проблем или даже проблем на муниципальном уровне. Это очень тяжело, когда нет поддержки. Поэтому мы призываем всех, кому не безразлична судьба Отечества, откликнуться на наш призыв принять участие в создании и продвижении народных инициатив. Нужно распространять информацию о партии. Мы призываем жителей нашей страны, наши народы звонить нам по телефону, писать нам электронные адреса, писать нам традиционные письма авторучкой, заходить на наши сайты, на наши электронные страницы в социальных сетях. И мы призываем творческую молодежь, которая сейчас умеет общаться с компьютерами, помочь нам разорвать информационную блокаду, которая сложилась вокруг нашей партии. Наконец, люди должны понять, почему в средствах массовой информации из нашей партии делают маргиналов фашистов. Потому что наши действия направлены в самые болевые точки режима, превращающего нашу родину в колонию, а по сути мафиозным фашистским правлением. Именно это правительство, во главе с Медведем, ведет нашу страну до раскола на мелкие государства территории. Сейчас уже поднимают головы сепаратисты в разных национальных республиках. Наздеми и прочими национал-предателями брошен клич об отделении Кавказа. К чему это приведет? Мы отделились от Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана, Таджикистана и других национальных республик, которые ранее ходили с СССР. И что все эти этносы мы сегодня наблюдаем опять в нашей стране? Что произойдет при отделении территории Кавказа? Вместе с этими территориями уйдут люди? Нет. И как мы можем отделить территории? Кстати, нас в этом многие обвиняют. Вот на поединке господин Проханов обвинял Андрея Николаевича в том, что задача националистов это все отодвинуться от себя национальной границей. Но мы, как националистическая партия, считаем эти территории русские. Это русский Кавказ. За эти территории воевали наши предки испокон реку, наши деды и прадеды. В последней войне Кавказская операция 1942-1943 года там были миллионы наших предков. И сегодня мы должны, значит, эти территории отдать из-за того, что кто-то боится кавказцев. Причем не просто там кто-то, а эти люди, которые причисляют себя в национал-патриотические гвардии. Те же там Крылов, Боткин, Тор, там, не знаю, не буду рекламировать сейчас эти фамилии. Значит, в национальных квартирах проявляются сепаратисты. Так вот мы имеем связь с Татарстаром, сейчас нам получаем сведения о том, что там закрывают русские общественные организации, выдавливают русских из власти. Пока мы рассуждаем, что нам делать с узбеками, с узбекскими, таджишскими, киргизскими мигрантами, наш Дальний Восток оккупирует китайцев среди популяции коренного населения. На этом фоне озадачиваться выносом Ленина из Бавзолея, значит, уводить вообще людей от проблем в государстве. Наша задача все-таки показать эти проблемы и научить людей решать эти проблемы совместно с идеологическим центром, ну, какую они выберу для себя партию. Отдельный вопрос. Еще один вопрос. У меня было несколько вопросов для освещения, конечно, это вопрос нелегитивности наших судей, нашего суда российского, его продажности, значит, но я, наверное, опущу рассмотрение этого вопроса. И закончу тогда свое выступление словами Ильина. Россия не человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ, не промотавший своих сил и не отчаявшийся в своем признании. Этот народ изголодался по свободному порядку, по мирному труду, по собственности и по национальной культуре. Не храните же его преждевременно. Придет исторический час, он восстанет из мнимого гроба и потребует назад свои права. Продолжение следует.